Итак, всем привет! В общем, чего я сделал за праздники? Ну, все прошпаклевал, кроме этого угла, не до него было. Вот два с половиной дня убил вот на этот кусочек потолка. Вот видим, там еще влажно, досыхает штукатурка. Это жидкие обои, она же штукатурка. Я, честно говоря, не думал, что почти килограмм всего лишь на одну такую площадь. То есть на один лист гипсокартона это один килограмм, это жуть. Я, честно говоря, в шоке. Ну, ладно, что уж. Зато посмотрел, что это. Ну, и, в принципе, более-менее однородным стал потолок. Да, иногда видно эти розовые листы, но не так страшно. Можно потом докупить еще килограмм. Ну, каждый килограмм стоит примерно около тысячи рублей. И дошпаклевать. Вот. Восстановил холодильник. Покрасил его. Все работает. Накрутил уже почти один киловатт. Сейчас вот 2,1 потребляет. Панель вытянул как мог. Сверху немножко покрасил. Кнопки пришлось снять, потому что пластик сильно повело. Здесь угол был вот так вот. То есть все выпрямил как мог. Здесь тоже вот так скукоженный был. Ну, вот примерно вот можете посмотреть, как выпало холодильник. Где-то там немножко подсиликонил стыки. И все сверху подкрасил. С этой стороны немножко по-другому. И переднюю панель тоже с ручкой покрасил. Можно, в принципе, в будущем просто все это оклеить. Этот холодильник пострадал сильнее. Этот ближе к стенке стоял. Здесь резинки хана. Вроде бы как бы, но металл не повело. Здесь же тоже проблем особых не было. Кроме как у резинки в определенных местах не было состыковки. Пришлось снять магнит с динамика советский СССР. И все это дело подмагнитить. После этого резинки начали нормально прижиматься. Все прекрасно работает. В морозилке минус 18. Ну, тут плохо видно. И в самом холодильнике, я так предполагаю, плюс один. Тут такое дело, что холодильник живет своей жизнью. У него там свой какой-то климат-контроль, который вот этими кнопками никаким чудесным образом не настраивается. Вот настроишь что-нибудь, он все равно в своей жизни живет. Поэтому я на него внимания никогда не обращаю. Система No Frost. Этому холодильнику 100 лет в обед. Стоил он, помню, очень бешеных денег. Я тогда первый раз приехал с рюкзаком, набитым деньгами за этим холодильником. Это как бы не то, чтобы память, да. А то, что такого класса холодильники на сегодняшний день очень дорогие. БУ-шка стоит, ну, с тараканами примерно от 15 тысяч, а новые, там, циферка другая, примерно от 37, там, 40 с чем-то тысяч. Это компрессорный холодильник. Потребляет он весьма много, но в экономичном режиме, по идее, когда он нормально не сбоит, он потребляет очень мало. И при этом очень интересный его тут, он еще как обогреватель, он там 300 ватт может потреблять какое-то время, да, когда происходит охлаждение. Вот эти две стенки, они у него разогреваются, то есть не как у обычных холодильников с обратной стороны, да, а именно стенки. То есть такой вот два в одном и обогреватель для дома, и, в принципе, охладительное устройство. Вот, видите, да, какой потолочек. Ну, это, в принципе, расстройство одно. У меня уже вот на этом месте осталось меньше пол ведра, и тут уже я просто растягивал. Жена предлагает покрасить, но я особо смысла не вижу. Еще и на краску 1000 рублей грохать. Проще 1000 рублей еще грохнуть и сверху второй слой положить. Но не хочу этим заморачиваться, это не столь важно. Главное, что однородность потолка достигнута, и дальше надо стены МДФ панелями закрывать. Вот, уже место подготовил, все убрал в сторонку, свалил в кучку. Сейчас покажу еще, что с домом сделал. Вот такой вот магнитик с 25 ГДШ снял, с Авдеборского. Вот дым намагничивал резинки на холодильник. Тут уже немножко расистили, забор падает, надо еще забор делать. Вот, с этой стороны я зашил стенку и зашпаклевал. Шпаклевка по дереву. Все штыки дерева с деревом зашпаклевал. Потом будет все это прокрашиваться. Еще гвоздик надо вон тут вот спилить болгаркой. И здесь будет фронтон дополнительно обшиваться. Получилось весьма симпотно. Дальше потом еще стыки вот эти вот будут утепляться. Не пеной, там у меня есть специальный такой. Тоже наподобие пены, типа полиуретана, такого жидкого. А им еще фундамент утепляет. То есть вот эти щелочки я запеню и все потом закрашу. Ну вот, если посмотреть утепление, да, вот как здесь сделано, видите, тут доски. А там идет именно утеплитель. Тут доски и ничего под ним нету. Соседи пихали картон, но помните, да, в прошлом ролике, что где-то вот в этом месте они сщели, направили в воду непосредственно в стену. Это капец. Симпотно смотрится, утеплено. Стыки потом вот снизу прошпаклюю, сверху обошью и будет тепло и хорошо. Я не знаю, видели вы или нет, но вот у меня был такой мотоцикл, просто он весь был в пленочке. Я его в пленочку запихнул, маслом смазал и он у меня стоял. Вот он поврежден вообще в хламину. Тоже. Этот на улице стоял, но это тоже я потом подправлю. В итоге вот этот я подарю сыну и такой же у меня подарен жене. А вот этот пойдет, значит, на запчасти моему коню, основному, черной молнии. Мотор с него я, наверное, буду продавать, хотя резину я себе поставлю туда перекину. Ну, резина здесь в идеале. Ну, и может быть, тоже с рамой что-то сделаю. То есть посмотрим уже на будущее. Короче, вот за эту штуку, в итоге, если я продам мотор, в принципе, все деньги я там бью. Которые у меня были на него потрачены, когда я его нульным покупал. В принципе, он сам по себе по железу и по колесам, по контроллерам, по лампам целый, а пластику хана. По идее, если можно было сделать как-то зеркально, можно это все попытаться вытянуть, зашпагалевать, эпоксидкой залить, но фара, это уже не лечится. Фара наполовину повреждена с той стороны. Ну, поэтому я его чисто на запчасти в молнии кину. То, что у меня без надобности, я просто продам на запчасти и в итоге закрою ту сумму, которую я на него потратил. Вот это из трубочек, то, что осталось под сугробом лежало. И вот еще один мотоцикл. От него весь пластик сгорел. Ну, мотор целый. Мотор тот, скорее всего, я в деревню везу. Вот с этого. Куплю камеру. И попробую в тот поставить. Мне почему-то кажется, что он будет дольше ездить и скорость будет у него повыше. Но это уже другая история. Как-то так. Ну, а этот, считай, сыну. То есть, аккумулятор от него сгорел. От того аккумулятор сгорел. Потом уже, когда восстановлю документы, когда куплю строковку техосмотр, вот это все дело аккумулятора продам и куплю сюда литиевые аккумуляторы. Ну, на этот, на другой и на свой. Еще где-то штуки три. Или что-нибудь соберу. Ну, это уже в будущем. Здесь полностью в идеале. Вот этот вот просто запылился. Вот он составил в сугробе. Тоже смазанный был. Вроде бы сильно ничего не пострадало. Хотя где-то вот у рыжики появились. Ничем не отлетает. В общем, нормально все. На этом белом я сейчас катаюсь. Пока что на 7-м амперном аккумуляторе. Постоянно он на зарядке стоит. Вы его видели возле холодильника. Сына в школу. Со школы на нем. Машиной я еще не занимался. Не до нее. Ну, и надо молнию свою собрать. Все запчасти здесь. Я к нему так и не прикоснулся. А проблема здесь с аккумуляторами. Короче, тут аккумуляторы вздулись. Короче, надо менять аккумуляторы. На 72 вольта у меня финансов таких нету. Чтоб на 72 купить. На 48 если еще вот все то, что вы видели, кроме того синего, они на 48 вольт. Если еще на 48 вольт у меня есть какие-то финансы, да. Там аккумулятор в гору сдал, который вот лежит. Вот она, свалка аккумуляторов. Вот он, раз ветряк. Кстати, еще один ветряк. Если я еще их сдам на 48 приобрету, то на 72 вольта стоит очень бешеных денег. Дешевле реально 36 вольтовую купить, перепаять и собрать. Но пока не хочется им заморачиваться. но я его восстановлю. Это, напомню, не скутер, это мотоцикл. Он просто, как бы объяснить, у него база длиннее, чем у того. Хотя вот с тем, с белым они очень похожи. И скорость у него гораздо выше. То есть у него до 55. Если получится сюда литий впихнуть и на литий когда-нибудь будет у меня средство, то вот эта штука будет ехать 55. Вот. И, соответственно, новая резина, которую я так и не купил, она перекочует с того синего сюда. А мотор оттуда я просто продам. Но это уже в будущем. Здесь меня все устраивает. Здесь, кстати, скорость очень маленькая по сравнению с тем в два раза меньше. Тяга хуже за счет аккумулятора семья Амперника, но есть свой шарм. Сел, поехал. Это не машина. Экономия налицо. В общем, надо будет угол быстрее доделывать, чтобы подключить остатки солнечных. Немножко доварить и немножко по эту конструкцию рассказать. Но это опять-таки будет в будущем. Пока что не до этого. Сейчас все в цене растет. Просто уменьшить расходы максимально. И максимально быстрее все проделывать. Иначе это все можно растянуть на года просто. Все ремонты, делания, переделывания. Ладно. Ветругань еще у нас сегодня конкретные. Но жара. Сейчас солнце набралось. А, вот, кстати, колоночка. Высокий. Вообще классно играет. Фильтр нормальный. Сейчас таких уже не делают. И вот это вот. Что-то мне это напоминает. Смотрите. У нас в СССР вот такое уже было. То есть, псевдо. Низы, которые качают. Вот они. Прикольно. Видите? Немножко картонка слетела. Но смысл понятен, да? То, что у нас сейчас рассказывает, что это все Китай, Китай. Вот, до Китая все это было. Просто технологии разворовали. Так что, СССР рулит. Вот от него. Ну, вот, ГОСТовские, видите, все значки. СССР. Кто не знает. Вот. Союз Советских Социалистических Республик. ОТК. Вот такая вот штука. Тут магнит отсюда. Ладно. На этом все. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok